12 глава послания к евреям 1 и 2 стихи. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». О каких же свидетелях тут идет речь? Если мы отступим на несколько стихов назад, мы увидим там много знакомых имен. И Авраам, и Моисей, Гедеон и Самсон, Давид и многие другие называются в этой библейской книге свидетелями веры. В Библии это называется облаком свидетелей, и оно окружает нас. И об этих свидетелях написаны просто чудесные вещи. «Поскольку они уповали на Бога, Он мог совершать через них великие вещи. Они одолевали царство и обеспечивали закон и справедливость. А еще они были свидетелями того, как Бог исполнял свои обещания». И эти две фразы – это просто золотые фразы. А именно поскольку они верили Богу. Он мог совершать через них великие дела. И второе – они были свидетелями того, как Бог исполнял свои обещания. И мне кажется, что я прямо сейчас слышу голоса особо набожных людей. Я так и слышу, как наши зрители говорят сейчас. «Да, да, это относится только к этим людям. Я же не Авраам и не Моисей. У меня нет таких качеств, которые были у царя Давида, к примеру». Я совсем никто, совсем маленький червячок в этом обществе, совсем маленький винтик в этом большом механизме. Но если мы прочитаем Библию с должной серьезностью, то обнаружим, что все эти, несомненно, великие деятели, эти гиганты духа были обычными людьми со своими причудами и недостатками. Ни один из них не был совершенным. Им было далеко до совершенства. У всех них были свои сильные и слабые стороны. Все они были людьми из плоти и крови, как и мы с вами. Вероятно, единственным их отличием от нас было наличие в них совершенно другого призвания, отличного от нашего. Но все они были совершенно обычными людьми, о которых говорится, поскольку они уповали на Бога, Он мог совершать через них великие вещи. Они были свидетелями того, как Бог исполнял свои обещания. Это и есть самое замечательное в Библии, потому что для меня достоверно, что в Библии ошибки никто не ретушировал и не переиначивал. Даже ошибки лучших. Вместо этого Библия показывает нам, что это были люди из плоти и крови, которым были свойственны ошибки, изъяны и недостатки. Библейские герои оступались. Они падали, но они стояли на своем и преодолевали свои слабости и поражения. Вот это и есть ключ к успешной жизни. Не обязательно все должно прекрасно протекать. Не обязательно все должно идти как по маслу. Наш путь может идти и через горы и долины, но мы должны держаться, преодолевать слабости и поражения, а также доверять Богу. И поскольку мы доверяем Богу, мы являемся победителями. Примечателен тот факт, что в книге Откровения неоднократно встречаются слова вроде «Они победили» и «Кто побеждает?» «Побеждающий». Эти слова встречаются там энное количество раз. И это должно нас воодушевить, не оставаться лежать, если мы упали, а снова вставать и Божьей силой брать новый разбег. Поскольку библейские герои верили Богу, Бог имел возможность сделать через них нечто великое. Находясь в тюрьме, Павел написал в одном из своих посланий несколько важных фраз. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня, Христос Иисус?» «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божьего во Христе Иисусе. Ибо к этому мы и были все призваны». Этими словами Павел говорит. «Я забуду все». Я знаю, что некоторые люди скажут в таком случае, «О, да-да, простить-то я смогу, а вот забыть не смогу». И так оно и есть, потому что это волевое решение. Для нас существует возможность забыть. Это значит, милостью Божией удалить яд из воспоминаний. При этом, правда, останутся какие-то воспоминания. Но у них будет недостаточно мощи и силы, чтобы негативно повлиять на нашу с вами жизнь. Павел в своем послании говорит. «Я забываю все заднее». А Павлу пришлось многое забыть. Этот великий апостол говорит о себе довольно скромно. «Я самый маленький из всех апостолов, ибо в своем бреду и заблуждении я когда-то совершал гонение на церковь Иисуса Христа. Это уже произошло, и я не могу этого отменить, но теперь я могу забыть об этом. Ибо благодаря встрече с воскрешенным Иисусом я сделал в своей жизни поворот на 180 градусов, отказавшись от своей прежней развращенной жизни. «Я получил новую жизнь. Я оказался в новом месте. Я живу милостью и прощением. И поэтому у меня есть мотивация со всей страстью служить царству Божьим. Я знаю, что я любим Богом, и эта Божья любовь и придает мне силы». Павел не сетовал постоянно на свое прошлое. Он не увязал в жалости к самому себе. Он не перекидывал вину на других, заявляя. «Ну, я был так воспитан, поэтому моя жизнь не пошла наперекосяк». Нет. Павел брал ответственность на себя самого, говоря. «Я самый крохотный из всех апостолов, но когда у него произошло озарение, он поменял свой жизненный курс и сознательно и охотно принял прощение от Бога. И поэтому смог свободно идти вперед. Я видел очень многих людей, которые приходили на службу в церкви, обремененные своей виной, обремененные своими грехами, обремененные своими проблемами. А потом они произносили в церкви молитву и снимали с себя всякое время. Но потом пастор говорил свое благословение, и они снова брали на себя свою ношу и тащили ее с собой в будущее. Я знаю, о чем говорю, и ничего не выдумываю. «Оставьте свою ношу здесь. Сегодня вы пришли на эту службу для того, чтобы снять с себя свое бремя. Я забываю заднее. Вы можете оставить сегодня свою ношу здесь. Завтра сюда придет уборщица и все выкинет. Не забирайте свое бремя снова с собой домой. Слушайте слово Божие». Павел сказал, «Я забуду заднее. Я забуду, что произошло, скажем, позавчера». «Мне следует это забыть, если я хочу совершить в своей жизни поворот и принять благодать». Павел узнал Священное Писание. Он был образованным мужем. Он знал Торум. Знал, о чем писали пророки. Он знал, о чем писал Исаайя. И он знал следующие слова Господа Бога. «Я изглажу беззакония Твои и грехи. Обратись ко мне, ибо я искупил Тебя». Вот оно, Слово Божие. «Вернись ко мне. Я искупил Тебя». Божие прощение снимает груз с моих плеч. Благодаря Ему я могу свободно идти вперед. Никто не побежит в марафон с тяжелым свинцовым ядром на ноге. Мы бы назвали такого человека безумцем. Как же много людей волочат за собой по жизни свое прошлое, свое нерешенное и непрощенное прошлое. А потом еще и удивляются, почему они не могут сдвинуться с места. Я забуду все. Забуду не только свои провалы, не только свои грехи, потому что Бог милостив ко мне, но забуду и успех. Я забуду былые победы. Как же я люблю листать старые фотоальбомы и рассматривать фото крупных конгрессов, которые мне когда-то доводилось проводить. Например, конгресс на Олимпийском стадионе, который посетило 30 тысяч человек. Какие же прекрасные эмоции это мне приносит. С Божьей помощью нам все по плечу. Но кто сегодня говорит об этом? Такие речи сегодня остались в прошлом. Если я не буду сегодня ощущать Бога, мне не поможет то, что я ощущал 20 лет тому назад, когда испытывал победы. Наш Бог – это Бог сегодняшнего дня. В Библии сказано, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и во веки веков. Наш Бог – это Бог сегодняшнего дня. И Бог завтрашнего дня. Былые победы нам ничего больше не принесут. Забудьте о них. Просто забудьте. То время уже не вернутся. Оно ушло. Каждая минута того времени ушла. Но Бог дает вам сегодня шанс. Вы можете начать все заново сегодня. Для Бога никогда не поздно начать все заново. В этом и заключается разница между выигрышем и проигрышем. Проигравший всегда смотрит только назад и говорит, «Это были прекрасные времена. Это были беззаботные времена. Это были золотые времена». Победитель же устремляет свой взгляд вперед. Он знает, прошлое ушло и осталось прошлым. Важны только моя цель и мое будущее. И Бог вдохновляет нас думать именно так. Он говорит нам, «Забудьте прошлое. Забудьте старое. Я тот, кто вечно созидает. Я создаю нечто новое прямо сейчас. Я уже много раз говорил вам, что любимым Словом Бога является Слово «Новый». Вы можете проанализировать, сколько раз в Библии встречается Слово «Новый» и его формы. И вы найдете в Библии очень много стихов с этим Словом. Даже если мы обратимся к Откровению, и там мы прочитаем «Се творю все новое». Таков наш Бог. Поэтому Бог и воодушевляет нас в книге Исаии. «Распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Не надо стесняться. Ибо ты распространишься направо и налево. Не смущайся, ибо не будешь в поругании». Это уже нечто личное. Можно это отбросить? Теперь я могу быть спокоен. Неудивительно ли то, как Бог заботится о нас? Семь лет мы проводили наши службы в церкви Святой Агнессы. И как мы выросли за эти годы? И изнутри, и снаружи. И вот нас выставили на улицу. Я приходил в церковь Святой Агнессы. Выглядит она очень печальным. Сама церковь теперь пуста. Скамье оттуда убрали. Теперь это голая земля. А мы теперь здесь. Мы не на улице. Мы тут временно, но когда нам придется отсюда уйти, отец Коццо приглашает нас в церковь. Святого Бонифация на Йоркштрассе. Станция метро Марингдам. Там буквально за углом. Лучше быть просто и не может. Возможно, это наш следующий шаг. Но лично я смотрю гораздо дальше. И слышу, как Бог говорит мне, «Не смущайся, ты не будешь в поругании. Продолжай планировать. Вей веревки. Втыкай новые колья в землю, потому что я с вами». Я верю, что сегодня утром я говорю вам пророческие слова. Начните видеть себя победителями. «Придите к Господу и скажите, «Я знаю, что Бог со мной, и вместе мы победим. Мы достигнем нашу цель, потому что Бог не бросает своих детей на произвол судьбы». Иногда Он говорит нам, «Подождите, и это дается нам очень трудно, но Он говорит нам, «Подождите». Когда Он говорит нам, «Подождите», это не означает, что Он бросил нас на произвол судьбы. Это означает, что Он желает что-то приготовить для нас. Он что-то еще сделает. Именно так мы уповаем на Бога. Бог собирается действовать, что-то сделать. Ну, а теперь второй ключ к успешной жизни. Сначала мы должны забыть, а потом простить. И это так же тяжело. Нам так тяжело прощать, когда мы являемся пострадавшими. Как-то я прочитал одну прекрасную историю. Прочитал ее много лет назад, и мне кажется, что в 2000 году я уже один раз рассказывал эту историю. Как-то один персидский шах заказал во Франции для своего дворца в Иране просто огромное количество зеркал. Зеркальный зал в его резиденции должен был стать там самым роскошным залом, которым бы все восхищались. И вот, наконец, приехала посылка из Франции, и, как вы, наверное, уже догадались, при ее распаковке архитектор с ужасом констатировал, что местами заказанные шахом зеркала потрескались. Шах был вне себя от гнева. Исполнившись ярости, он приказал своим придворным разбить все зеркала и выбросить их на свалку. Но дело было в том, что нанятый им архитектор был необычным и очень креативным человеком, и к нему пришла идея по-лучшему. Он сказал придворным разбить зеркала на мелкие кусочки, а затем искусно расположил осколки зеркал на стене под различными углами, чтобы канделябры отражались в них, сияя при этом как тысячи бриллиантов. Благодаря этому тот зеркальный зал стал в тысячу раз красивее, чем если бы там были просто зеркальные стены. Создаваемый осколками зеркал-эффект был настолько потрясающим, что зеркальный зал этого дворца стал настоящей сенсацией, и кто-то из журналистов даже написал о нем статью под таким названием «Разбились, чтобы стать еще красивее». Когда нас ранят, когда нам кажется, что все в нашей жизни развалилось, мы сможем найти силы в Божьей благодати. И нам это очень нужно. Мы можем найти силы в Божьей благодати, чтобы быть в состоянии забыть. А это означает вытащить яд из памяти и простить, и даже большим стать отражением замечательного Божьего создания. Что сказал Иисус в Нагорной проповеди «Блаженный миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Но вознаградит ли Бог тех, кто любит людей, тех, кто любит вас, тех, кто сочувствует людям, тех, кто сочувствует вам, это волнует лишь людей, которые думают только о личной выгоде. Если вы относитесь с любовью только к подобным вам и к вашим дорогим друзьям, разве в этом есть что-то особенное? Так поступают и те, кто вообще ничего не знает о Боге. Так нам говорит Иисус. Он призывает нас и говорит, «Вы можете простить, я даю вам возможности и силы для этого». Если вы уделите мне место в своей жизни, я войду в вашу жизнь со своей целительной силой, и вы больше не будете ощущать горечь. Теперь вы будете ощущать искупление, искупление моим духом. Позвольте мне закончить свою проповедь истории из первой части Библии, а именно истории из одной из книг царств. Имя героя этой истории – Давид. Одной из причин того, что Бог нарек Давида мужем по своему сердцу, была его уверенность в том, что Давид, несмотря на все свои слабости, ошибки и неудачи, всегда будет демонстрировать готовность прощать и уважать волю Божию. Мы прекрасно помним о том, что Бог стал упрекать Саула. И тогда Давид, совсем юный Давид, был помазан пророком Самуилом, стать его преемником на Израильском престоле. Но прежде, чем он взошел на престол, потребовалось некоторое время. После того, как Давид смог победить Голиафа, великана из рядов Филистимлен, его хитом номер один в израильских чартах стала песня «Саул победил тысячу, а Давид – десять тысяч». Вы можете себе представить, как эти слова подействовали на царя Саула? Естественно, такое не понравилось Саулу. И тогда царь Саул, просто горевший от гнева и зависти, решил убить Давида. У Давида было несколько шансов убить Саула. Но он отказывался даже пытаться это сделать, потому что тот был помазан Божьим пророком. Поэтому он и настаивал на том, что судить их мог только один Бог. Он говорил, «Я не буду осуждать Саула, пусть Бог станет для него праведным судьей». Сына царя Саула, Иоаннафана, связывала с Давидом глубокая дружба. Где-то внутри себя Иоаннафан точно знал, что однажды Давид станет царем Израиля. И поэтому он попросил своего друга Давида пообещать ему, что когда тот станет царем, он пощадит его семью. В тогдашнее время были неледки случаи, когда новый правитель приказывал уничтожить всех могущественных людей при дворе своего предшественника. И вот, когда царь Саул и Иоаннафан пали в бою, Давид стал царем Израиля. И далее с ним произошла одна интересная история, описанная в 9 главе 2 книги царств. Новый испеченный царь Давид начал выяснять, остался ли еще кто-то в живых из семьи Саула. Все мужи в стране были уверены, вот теперь и настанет час расплаты. Теперь-то Давид уничтожит всех своих врагов. Дом Саулов будет стерт с лица земли. И вот Давид позвал к себе своего раба Сиву и спросил его, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова. И Сива ответил ему, есть. Давид раскрыл перед ним мотивы, которые двигали его сердцем. Он спросил Сиву, не знаешь ли, не остался ли еще кто-нибудь в живых из дома Саула. Я хотел бы сделать такому человеку милость, чтобы он узнал через меня, что такое благость Божия. Мне кажется, это предложение вам стоит себе записать. Я хотел бы сделать такому человеку милость, чтобы он узнал через меня, что такое Божья благость. И тогда Сива рассказал Давиду, что в живых остался всего один потомок Саула. Он был инвалидом. И звали его Мемфи-Восфей. Лично я бы никогда не звал так своего сына. Но так написано в Библии этого человека звали Мемфи-Восфей. Между строк сказанных Сивой и Давиду буквально читается «Давид». В живых остался всего один потомок Саулом. За этим парнем не нужно гоняться и искать его. Он того не стоит. Но Давид не унимался и спросил Сиву, а где этот человек живет? Сива прекрасно знал, где жил этот Мемфи-Восфей. Внук царя Саула жил не во дворце. Он жил в Ладеваре. В переводе это название означает «место без пастбища». То есть безотрадное, забытое Богом, неплодородное место. Разве это не ужасно? Ладевар жутко становится уже от одного этого слова, не так ли? Ну почему же Мемфи-Восфей потомок царских кровей, ютился в каком-то там Ладеваре. Он был одиноким человеком, его никто не любил. Он жил в постоянном страхе перед властьимущими при дворе Давида. Он боялся большой расплаты. Можем ли себе представить, что почувствовал этот Мемфи-Восфей, когда в его хижину постучали? «Мы пришли от царя Давида». Мемфи-Восфея тут же охватили ужас и паника. И он пошел с этими людьми безо всякого сопротивления. Они привели его во дворец, и он предстал перед царем Давидом. И тогда тот дружелюбным жестом позвал его к себе и спросил его, «Это ты, Мемфи-Восфей?» Мемфи-Восфей ничего не ответил ему на этот вопрос. Вместо этого он бросился на землю и принялся обормотать, «Я твой преданный раб!» И тогда Давид совершенно спокойным голосом сказал, «Не бойся, Мемфи-Восфей, твой отец!» Иоаннафан и я были лучшими друзьями, поэтому я буду делать только благие вещи тебе, единственному его оставшемуся в живых сыну. Ты получишь владение Саула твоего деда. А еще я хочу попросить тебя каждый день есть со мной за царским столом. Мы с вами становимся жертвами, но также и мы сами причиняем страдания другим. Всякий корень зла в нас — это преграда для Божьего благословения. Вот бы мы это поняли. Всякая злобленность в наших сердцах, всякое непрощение, всякая непримиримость и всякая ненависть, всякое. Отречение от Бога — это преграда для Божьего благословения. Оно течет к нам, но будет словно остановлено плотиной. Саул своей непокорностью, ненавистью, завистью и непримиримостью впал в немилость Бога и в итоге погиб. Давид совершил много ошибок за свою жизнь. Он не был абсолютно чист перед Богом. Нам всем известны некоторые скандалы, связанные с его именем. Но на своем жизненном пути он все же нашел дорогу к Богу и помолился Богу о прощении, его грехов и вины. И делал он это от самого сердца. Идя своим жизненным путем, снова и снова он прощал других. Он сказал о своем злейшем враге, «Я не буду его трогать. Бог нам судья». И Бог совершил справедливый суд над ними. Давид и Павел. все остальные люди, о которых я сегодня упоминал, не были ангелами. Они были людьми из плоти и крови, но они были победителями. И сегодня утром мы тоже можем сказать, «Я хочу быть победителем, потому что я не хочу тормозить Божие благословения. Я хочу быть открытым для Божьих деяний». И тогда-то мы и поймем, что небеса не пусты, а для того, чтобы прийти к Богу, достаточно всего лишь помолиться. Если вы откроете свое сердце для вашего Спасителя и Царя Царей, Он придет к вам и поселится в нем навсегда. Поэтому откройте свои сердца для Него уже сегодня. Аминь. Аминь. Редактор субтитров